От керамических сувениров до деталей для космического спутника. В царстве 3D-печати одесской компании могут сделать почти все, что угодно. По словам сотрудников, работать с принтером достаточно легко. Все достаточно просто. Когда к нам приходит заказ, дизайнеры создают 3D-модель, которая приходит к нам. В данный момент это, допустим, челюсть, где мы ее дорабатываем, если это необходимо, и после чего этот файл отправляется на печать. Здесь мы можем посмотреть, как происходит непосредственно сама печать. Здесь идет специальный керамический порошок подачи, здесь идет область печать, и специальная жидкость подается по магистрали, где происходит сама печать. Когда изделие распечаталось, оно должно постоять какое-то время, и оно отсюда изымается. После чего мы его относим в специальный шкаф, где оно сушится при температуре приблизительно 100 градусов, где-то 4 часа. После того, как изделие мы высушили, и оно получилось, здесь требуется следующий момент, это D-Dust, то есть изделие мы должны очистить от лишнего керамического порошка. После того, как предмет очищается, его по надобности покрывают глазурью и обжигают. Сделанные на принтере вещи можно разделить на три категории. Первое – это дизайнеры, которые печатают продукты, какие-то лимитированные серии для своих галерей, для музеев дизайна, интересные арт-объекты. Второе – это промышленные направления, где крупные корпорации, такие как General Electric, Coca-Cola, Stanley Black & Decker, печатают специальные части, функциональные части для своих промышленных линий производственных. И третье – это новое направление, которое мы начали вот в этом году, мы его будем отдельно выделять в проект АДАМ, так мы его называем. Это печать костных имплантов и в будущем печать тканей и органов с помощью технологии 3D-печати. Недавно одесситы представили на техно-выставке в Лас-Вегасе первый в мире настольный 3D-принтер для печати керамических изделий. Устройство заинтересовало представителей разных стран и уже летом технику из Одессы доставят в США, Канаду и Германию. Наш стенд был расположен в зоне, которая была особенно выделена как зона для участия стартапов со всего мира. Очень полезно для стартапов участвовать в этой выставке хотя бы раз в несколько лет, потому что потенциально все клиенты, которых вы хотите найти, особенно те, которые из списка Fortune 500, крупные мировые корпорации, они всегда там представлены, и их агенты и представители ходят по павильонам в поисках интересных идей, новых технологий, интересных стартапов, с кем бы они хотели посотрудничать. Помимо обычных предметов, на принтере можно распечатать костные импланты. Сейчас одесские специалисты экспериментируют и тестируют специальные биопорошки вместе с европейскими лабораториями. После того, как будут получены все разрешения и сертификаты, на принтере можно будет напечатать имплант, который не будет вызывать аллергии и сможет заменить фрагменты кости человека. Чтобы сделать подобную модель, на примере человека, пациент делается компьютерная томография в пораженной области. На основе этой томографии моделируется сама 3D-модель этой области. И на основании этой 3D-модели печатается по заданным параметрам керамический имплант. Также одесские разработчики уже начали переговоры о сотрудничестве с Теслой. Одесситы предлагают делать керамические детали для их машин. Но это уже совсем другая история. Александра Явник, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.